Вы зашли на мой канал Малахов ПРО. Канал имеет несколько направлений, которые отражены в соответствующих плейлистах. Целебная кулинария. Рассказывает о том, как продукты питания можно использовать для лечения и укрепления собственного организма. Природная косметика. Как с помощью естественных продуктов от матушки природы сохранить свою красоту на долгие годы. Лунный цикл и народные приметы. Каждый день несет свою особую энергетику и особенности, которые надо правильно использовать, чтобы преуспеть в жизни. Библиотека. Здесь вы можете бесплатно посетить написанную мной авторскую библиотеку здорового образа жизни и узнать, как работают те или иные средства оздоровления, а также разработать свою собственную систему оздоровления и, что важно, задать интересующий вас вопрос. И кроме указанного, посмотреть другие плейлисты, в которых я рассказываю о своем опыте. Доброго здоровьица, уважаемые посетители моего канала. Ну что, я продолжаю готовиться к соревнованиям по гиревому спорту. Значит, не просто поднимаю гири, но делаю специальный сок. Яблочно-свекурный сок. Он как раз способствует тому, что будет поставлять больше железа в мой организм, больше красных кровяных телец, которые повысят мою выносливость. Далее у меня идет мое универсальное блюдо, которое снабжает меня жизненной энергией, плюс всеми витаминами группы В, Е и так далее. То есть, это одно из средств спортивного питания, естественное питание, которое должно снабдить мой организм энергией, витаминами, минералами и прочим, прочим, прочим. Чтобы я мог все это, все эти нагрузки перенести и хочется, хочется, конечно, увидеть, какой будет результат. Значит, смотрите, что я делаю, как это блюдо я делаю. Я уже о нем, конечно, рассказывал в целебной кулинарии, а теперь и будем говорить о спортивном питании. Две горсти вы видели проросшей пшеницы. Значит, там практически нет уже крахмала. Крахмал превратился в солодовый сахар. Это важно понимать. Плюс, когда происходит проращивание, в зерне образуется огромное количество всевозможных ферментов, которые как раз ведут вот эту перестройку зерна. И энергию из статического состояния крахмального превращают в кинетическую. Плюс, плюс, как я уже говорил, огромное количество всевозможных витаминов. Особенно группы Б, которые и нужны. Б, Е, А, все там, все. Значит, для того, чтобы это все было вкусно и полезно, я еще добавляю меда по вкусу и кисломолочный. Кисломолочный, это, будем говорить, как бы связка всего этого. Потому что для того, чтобы перемололось хорошенько зерно, я его мелю два раза, чтобы получился тончайший смузи. Чтобы его практически не приходилось жевать, а только, будем говорить, вот так вот смаковать и глотать. Практически это мой завтрак. Вот я на нем уже посидел на этом завтраке. Ну, сколько? Дня уже, наверное, на 3-4. Прекрасная вещь. С утра насыщает, желудочек не разбухает, не выпирает. И вы сыты. И плюс, естественно, снабжены самой лучшей пищей. Понимаете, вот что касается вот живых продуктов, вот мы и говорят, живая пища, живая пища. Так вот это вот живее не бывает. Зерно прорастает. Мед, пожалуйста, я сходил на базар, купил этого медка, все, чтобы у меня было. Мед свежайший. И, естественно, кисломолочный. О, колбаска. Сейчас мы используем и эту колбаску. Как же без колбаски-то обойтись? Без нее никуда. Вот такая вещь, что обязательно нужна. Мы ее сейчас нарежем. Вот так вот. Ножи я люблю, знаете, такие хорошие, дебелые, острые. Вот люблю вот ножи. Вот как-то это уже, я думаю, с прошлых жизней у меня осталась такая вот любовь к хорошим режущим вещам. Итак, мы с вами нарезали колбасочку. Сейчас мы ее... И... Кто у нас тут? Любимый котик. Оказывается, это мы приготовили для нашего любимого котика-мусика. Мусика, вот он какой. Он живет у нас уже не один год. Так как работает блендер, он немножечко, так сказать, в стрессе. Но, тем не менее, аппетит пересиливает всякие стрессы. Видите, он, как бы сказать, несколько пугливый. Ах, кусочек не пошел. Ну-ка, вот этот. Полежу, полежу. Сейчас аппетит, аппетит. Короче, кончился, кончилась работа блендера. И аппетит у котика взял свое. Итак, я перемешал. Два раза я перемешиваю, перемалываю, вернее. Каждая перемолка, это примерно 90 секунд. У меня получается смузи, такой смузи. Все добавляю по вкусу, чтобы это мне было вкусно. И получается вкусное, полезное блюдо. Как для спортсменов, так и для занимающихся здоровым образом жизни. Так для стариков, так и для детей. Это то, что надо. Самые-самые лучшие витамины, которые можно только себе представить и получить. Это как раз вот оно. Из проросшего зерна. Великолепная вещь. Пьем не спеша, смакуем, смакуем. Потому что пищеварение начинается в полости рта. Не спешите, чтобы все хорошенько смешалось со слюной. Это очень важно. И пошло. Ах, хорошо. Теперь, так как супруга отдыхает в Турции. А мне как-то и дома нормально. Я на хозяйстве. Видите, котика покормил. Сам приготовил. Сам помыл. И, знаете, какая-то вот прелесть есть в том, что все-таки ты готовишь сам. Потому что вроде бы ты и скажешь супруге, чтобы она то-то, то-то приготовила. Но она еще готовит для себя. И, как бы сказать, свое подсовывает и мне. Ну, ее не совсем, не совсем, будем говорить, мягко говоря, удачная еда для человека такого, как я. Избалованного в знании здорового образа жизни. Поэтому, когда я готовлю сам, дело получается намного лучше. Приготовил, помыл. Выключил свет, который был необходим для того, чтобы получилась качественная съемка. Хотя и вот я вижу, вот этого света вполне достаточно. Получается такой интересный контраст. Кстати, вот это, по-моему, я снимаю на GoPro 3+. И, оказывается, если ни с чем его не сравнивать, получается очень хорошо. А может быть и на Sony X3000. Трудно сказать, но, как видите, съемочка очень хорошая. Значит, моем все. Вот эти ложки, которые в меде. Сам блендер. Блендер хорошо отмывается. И приступаем к следующему мое секретное питание. Для того, чтобы мне получать минералы. Мне надо откуда-то их взять, эти минералы. И причем, чтобы эти минералы были естественного происхождения. Чтобы хорошо усваивались. И я использую морепродукты. Морепродукты это чука. Такая трава есть, как я потом показывал. И морская капуста. То есть, эти два компонента, произрастая в морской воде, вбирают в себя практически все, что растворено в море. То есть, они убирают все минералы, которые имеются практически в мировом океане. И это будет самая лучшая доставка для того, чтобы мои там связочки были. Ну, будем говорить, никаких судорог не было. То есть, все, чтобы работал. Плюс, это сплошная клетчатка, которая и чистит желудочно-кишечный тракт. Ну, и способствует нормальному пищеварению. И важно, важно, любой спортсмен, который занимается, он должен получать минералы. И вот эти минералы, как раз, откуда взять? Я подумал и нашел для себя вот такой наиболее удобный, вкусный способ. А вот, мое секретнейшее оружие. Просто посмотрите, я не буду комментировать, но тем не менее, тем не менее, это уже я использую для того, чтобы стимулировать. Ой, как мне не хочется говорить, но так уж и быть скажу. Ну, неожиданно я обнаружил, что вот эта вот, так сказать, процедура стимулирует чакру Муладхару. То есть, ту чакру, которая заведует крепостью организма. Так, это у нас идут эфирные масла гвоздика. А это у нас эфирное масло эвкалипт. Примерно по три капельки. Больше особо не надо. И плюс масло черного тмина, настоящего черного тмина, египетского. Ох, оно ядренное. Ой-ой-ой-ой-ой, как действует. И все заключается в том, как его принять. Правильно принять, чтобы все это заработало, и вы действительно почувствовали. Ух, какая мощь заключена в этой процедуре. Но я, так сказать, так сказать. О, видите? Шенкен или Шеркер, все, забабахал. И пускай это для вас останется маленькой тайной. Я когда-нибудь о этом расскажу. А теперь, что мы сделали? Мы с человеком Александром Ковычем. Вон он идет, Россия. Который пригласил меня выступить по ветеранам в соревнованиях гиревого спорта. Мы уже поехали в Ростов. Находимся в Ростове. Напротив кинотеатра Ростов. Видите, такая карета. Можно фотографироваться. Сел я его, решил заснять. Какие кони бегут. А-а-а. Девчонки там снимаются. Я же садистки не будет лучше. Не стесняйся. Ну, и он так и сделал. Вот. Это как раз какая-то... Или баронесса, которая что-то там для Ростова такое сделал. Это непосредственно вот... Что там, контроль, топ-контроль есть, все... Да, это чемпионам самую. Ну, чемпион Батчка-Тимир, у меня треба заправить. А на Россию не берут. Слушай, отойди вот, как девочка стоит. Это мы зашли в магазин для того, чтобы... Вот видите, что там я взял. Это, будем говорить, специальная форма, в которой я буду выступать. Оказывается, надо специальную форму иметь. И вот я ее приобретаю. То есть это такие велосипедки. Это ребята стоят, которые меня узнали. Вот. Пока тут нас обсчитывают. Мы ведем съемки, вот. А-а-а. О-о-о-о-о-о-о-о-о. О-о-о-о, привет, привет, Сахалина. Включается. Так, это уже мы отснялись, я сижу. Самокаты. В магазине. Оплата. Смотрим, что, что, как. Так что, готовимся по-серьезному. Все привлекло. Одна сплошная фотосессия будет. это я уже так думаю если здесь сфотографировались то естественно на соревнованиях у Крыму там будет много желающих сфотографироваться со мной и я этому ничуть не противлюсь ничуть как-то сказать не возвышаюсь это значит кадры ростовские кадры какие-то интересные такие вставочки когда мы шли уже получив заявку возвращались к машине по дороге кое-что сделали интересные виды Ростова как-никак они разбавляют нам картину наших похождения ростовских перекресток Садовая Кировский такой козырный Садовая Кировский сейчас он благоустроенный видите этот сквер там виден храм возле храма памятник Екатерине или Елизавете ну какой-то из цариц российских и наконец таки мы покатили домой по дороге мы заехали в Пампочек то есть после примерно часа езды все-таки начинает побаливать задница от сиденья и решили просто заехать что-нибудь там такого выпить сделать маленький перерывчик вот вот такая машинка была а это посмотрите как живет гиревик видите гири позанимался и сразу же такой опа сбросил нагрузку окунулся и расслабил благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО доброго здоровьица и до новых встреч мою авторскую библиотеку и до новых встреч субтитры